С того до того, в этот день была утворена белорусская милиция. Четвертого сакевика отрады боевых дружин рабочих взяли подахованные больше важные державные установы, пошту и телеграф. У гумели отрады заявились просто четыре дни. В таком моменту вауси, у темлику и самые непростые для краины часы, вартовники парадку смагались за безопасность людей. А кроме выполнения промыслов, службовых обвязков, удельничали в Великой Айчинной войне. После 1945-го их работа протягнулась в речи, чтобы работать с избройным бандитизмом, а в конце 80-х они смагались с наступствами Чарнобыльской катастрофы. Основные веки створения, сценовления и развития гумельской милиции знайшли для устраивания в книге, которая увидела свет как раз напередать не 100 годов правоохранной службы. Под выкладкой с названием «Гумельская милиция. История и сучасность. 1917-2017» опубликованы ранее неведомые документальные известки и фотографии. Аутор выдания – Александр Некрашевич, для якого и история гумельской милиции – частка уластного життя. Ей он отдал 37 годов. Уверен, что книга будет интересна не только сотрудникам органов внутренних дел, ветеранам, но и широкому кругу читающих наших граждан, а также молодежи, возможно, и предупредив выбор их дальнейшей судьбы или своей будущей профессии. Еще одна подея, просвеченная минулому милиции, стала открытием мемориальной дожки Сергею Пономарову. Ее новую историю, как один из трех милиционеров Гумельщины, которые были удостоены звания «Ерой Советского Союза». Первая сторона военной биографии супрацовника Ждубинского районного отдела внутренних справ написана у червени 41-го на Заходном фронте. Потом у одним из боев он отримает ранение, но не покинет позицию. Примяю делу операции «Багрытийон» будет воевать до переможного конца и в лютом 45-го отримая высокое звание «Ерой». После звольнения в запас вернется у органы внутренних справ, а у Кастричнику 68-го сыдет життя, а линии с памяти удяченных земляков. Мемориальную дожку у Ягу Гонар усталявали на будинку Жлобинского районного отдела внутренних справ. Ее открыл унук «Ерой», так само Сергей Пономаров. Теперь, когда я ее буду примать присягу молодые супрацовники. Если уже смотреть на то событие, сам факт исторических событий и сама та память, которая отображается как в наших сердцах, в наших душах, мы это должны и обязаны нести, чтить и помнить, и передавать подрастающему поколению, тому поколению, которое пойдет по нашим следам за нами. Сегодня на узброении правоохолников, сучасные приборы, информационные технологии, сотни камер видеоназирания по всей области. Для дома за 100 год за техничные макшимости милиции изменились, а вот головная мыта и единости, безпека людей, застается неизменной. Кабу вспомнить минулое, оценить сучасность и зернуть в будущее неузнаходы 100-годового юбилея коллекты у гомельской милиции, сустрелся на урочистом сходе. Дякуючи одладженной работе гэтых людей, летость, узровень злочинности на гомельщине снизился, а до верносельництва до их працы взрос. За выдатную службу супрацовники милиции отримали новые звания и высокие узнагороды. До того ж, подчас урочистых асходу адамя Абл-ВКНК областному управлению внутренних справ был урученный сертификат на узмацнение материальной техничной базы. Я хочу поздравить этой большой круглой датой, высказать огромные слова благодарности нашим ветеранам, сотрудникам, которые обеспечивают и сегодня несение службы, пожелать всем крепкого здоровья, благополучия, достижения тех результатов, покоя, благополучия в семье и спокойствия на нашей белорусской земле. Светочное мероприемство, промеркованное до дня, белорусская милиция у областным громадско-культурным центры собрало каля 900 супрацовников органов и подразделения внутренних справ у Гумельшины. Однако, сабливость свята белорусской милиции у тем, что ее супрацовники николе не могут собраться разом и справа не у отсутности от поведных залов. Нехто обовязково будет находиться на дежурстве, как забеспечить реализацию бадай самой головной силы – силы закона. Ганна Ковалева, Павел Антонов, Александр Харлампов, Телерадо, компания «Гумель». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова